привет мы продолжаем цикл уроков рисуем мультяшек в coral draw урок 19 раскрашиваем тело и фон и первым мы будем раскрашивать нашего инопланетянина начнем мы наверное с муфт вот этих разных цветов мы объединяем их делаем кирпичного цвета в одну фигуру заливаем с помощью инструмента интерактивная заливка другую фигуру делаем сложно из нескольких частей заливаем оранжевым и нижние у нас будут красными теперь нам надо добавить блики убираем контуры объединяем пятна одного цвета и начинаем работать с бликами то есть примерно прикидываем как они должны идти там на хвосте то же самое на ноге последним рисуем потому что она должна захватывать только красную часть теперь объединяем фигуры которые из которых мы будем вырезать блики объединяем в одну фигуру тело делаем а накладываем шифтом на кирпичную муфту нашу делаем пересечение отдельной фигурой красим его более светлый цвет то же самое делаем с оранжевым и с красным теперь добавим тени примерно прикидываем как они должны идти вот копируем цвет фона и наши заливки мы его делаем темнее по всем трем цветом то же самое делаем на второй муфте я еще раз напоминаю когда тень пересекается с бликом лучше делать цветом основного фона потому что на фоне блика это и так будет выглядеть более темно так объединяем нашу фигуру с кирпичной тенью чтобы это был один цвет то же самое делаем с оранжевым и красным так теперь займемся ногой здесь тень должна идти вот так убиваем лишние линии они нам не нужны вот объединяем с тенями на аналогичных цветовых пятнах и наш хвост замечательный то же самое объединяем вот у нас получились вот такие вот муфты теперь большие из которых выходят руки и хвост украсим их зеленым и то же самое делаем тень и блик так как судя по всему он у нас будет лететь в космосе а тень мы делаем от источника света сзади на хвосте по крайней мере на верхней части нашей фигуры так блики выбираем цвет то есть копируем цвет заднего фона с правой кнопкой на них и объединяем делаем светлее объединяем то же самое точно так же поступаем с нашей тенью теперь пояс пояс мы сделаем оранжевым бросим на него блик и тень причем тень должна показать что пояс достаточно мягкий и что это пухлый инопланетянин у которого есть складки на этом поясе вот объединяем в принципе с пятнами на оранжевой нашей муфте потому что цвет один и тот же теперь туловище мы делаем его зеленым слегка грязноватым вот рисуем блик не получилось так блик мы возьмем пересечение нашей фигуры и двух фигур и сделаем его светлее теперь собственно тень то же самое мы делаем морщины тень от ушей только надо поправить вот эту петлю вот так таким образом теперь объединяем это все в одну фигуру копируем фон правой кнопкой на них и делаем его темнее теперь наши ноги штаны и на ботинки опять же делаем зеленым он будет у нас в зеленой гамме объединяем и меняем цвет на более травяной добавляем блики как они примерно должны идти добавляем складки вот там где сгибаются ступни например мы добавляем складки на костюме у нас копируем все свойства из фона и делаем светлее теперь мы бросим тень от хвоста и в принципе бросим тени вот теперь мы все это с нашей интерактивной заливкой зальем объединим вот тут вот у нас тень выходит туда куда выходить не должна то есть фактически на верхнюю часть бедра мы просто вырезаем этот кусок копируем правой кнопкой мышки все свойства и делаем темнее вот такой вот он у нас получается мы сильно жесткая тень мы ее сделаем чуть помягче цвет мы забыли несколько элементов присоединить так рукава и рукав хвоста если можно так сказать делаем зеленым чисто зеленым поправляем форму вот и объединяем в одну фигуру и копируем свойства бликов на блики и осветляем теперь тени сделаем на хвосте морщины чтобы было видно что это хвост в рукаве копируем свойства на наши тени делаем темнее теперь здесь неправильно у нас тень идет на туловище она не так поэтому мы перерисуем слегка вот и скопируем свойства и чуть-чуть поправим тень на теле чтобы она была не такой изломанной теперь сам рукав собственный выбираем цвет копируем вот у нас получился вот такой вот в костюме инопланетяне теперь рисуем кончик хвоста и кончики щупалец для этого мы берем цвет морды основной и красим их в цвет морды то же самое сейчас мы начинаем использовать цвета нашей головы сейчас мы делаем блики более светлые и делаем более темные пятна с нашими овальными пятнышками как собственно на теле вот тоже самое делаем на втором щупальце вот и точно таким же образом поступаем с хвостом вот и объединяем эти фигуры и копируем на них правой кнопкой мышки наши темные пятна на морде все свойства вот такой вот инопланетян получился мы его группируем и теперь дадим ему фон то есть фон сделаем круглое пятно интерактивным на задний план листа интерактивный переход от черного к темно-синему такой глубокий космос получается и добавим скафандр то есть скафандр должен быть только намеком на самом деле стекло скафандра вот сделаем наш инструмент прозрачным сделаем его полупрозрачным чтобы было видно только легкий блик от него и нарисуем несколько звезд вот мы копируем звезды переворачиваем изменяем размер чтобы они были немного не похожи друг на друга здесь мы сделаем белые и добавим одну темно-синюю вот что у нас в итоге получилось и 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